Еще из новостей дня. Полицейские просят медиков раскрыть им врачебную тайну. Речь идет о психически больных людях. В МВД пытаются убедить Минздрав, что контролировать таких пациентов просто необходимо. Это, по мнению силовиков, поможет предотвратить многие жесткие убийства. Для этого полицейские и просят доступ к конфиденциальной информации. Вроде бы логично, но инициатива эта вызывает много вопросов у экспертов. Они считают, что даже прочитав амбулаторные карты, сотрудники МВД вряд ли разберутся в медицинских нюансах. И как тогда понять, чего ждать от того или иного пациента в психиатрической клинике. Во-вторых, даже если полицейский столкнется с обезумевшим человеком, то никаких законных прав для его принудительной госпитализации у него нет. Этим занимаются только специалисты-медики. Причем с разрешения самого больного, его представителя или по решению суда. По нашим данным, Минздрав на предложение полиции пока официально никак не отреагировал. Но в МВД от идеи не отказываются, намерены настаивать на своем. По данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского, в России около 70 тысяч больных людей с риском опасного поведения. Большинство из находящихся под активным диспансерным наблюдением. На счету невменяемых людей с тяжелыми формами психических недугов. Примерно каждое сотое преступление в стране, в том числе примерно каждое десятое, это убийство. Самые громкие вспомнили мои коллеги. Мягкие игрушки. Вот скромный мемориал, который создали соседи у дома в Москве, где была зверски убита четырехлетняя девочка. Няню уже прозвали няней из кошмара. Она обезглавила свою маленькую воспитанницу, после подожгла квартиру и отправилась гулять по городу. Она выкрикивала экстремистские лозунги и угрожала взорвать себя. После задержания выяснилось, 38-летняя уроженка Узбекистана больна. Вот так она затем приветствовала журналистов в суде. Приветствую. И пусть нам постановлены готовки. И приветствую. Тяжелое психическое заболевание с 2003-го Бабакулова стояло на учете с диагнозом «острый шизофренический эпизод». У нее случались обострения. В России, в том числе родителям погибшей девочки, о данном факте она не сообщала. Специалисты института имени Сербского признали Бабакулову невменяемой. Медики уверены, у няни из кошмара параноидальная шизофрения. Она за свои поступки не отвечает. Вы признаете свою вину? Да. Вы раскаиваетесь? Да. Топор, ножи, религиозные книги и 19 пакетов с фрагментами человеческих тел. Это квартира Олега Белова, жителя Нижнего Новгорода. Он зарезал свою супругу и шесть малолетних детей. Тела расчленил. Затем поехал во Владимирскую область. И там убил свою мать, полагая, что она может выдать его полиции. Олег, зачем вы детей убили? Оперативники задержали Белова в Коврове у дома тещи. Ее убить он не успел. Детоубийцу обезвредили выстрелом в живот. Экспертиза установила у Белова психическое расстройство. Однако суд вынес вердикт. Пожизненное заключение. В момент свершения преступления он все-таки отдавал отчет своим действиям. А это уже Москва. Тогда еще десятиклассник Сергей Гордеев взял дома винтовку отца, патроны и отправился в свою школу, 263-ю в районе Отрадное. Там он застрелил двоих. Учителя географии и полицейского, который пытался помешать. Взял в заложники своих одноклассников. Остановить школьника помог его отец. Он в бронежилете уговаривал сына сдаться. Гордеева направили на принудительное психиатрическое лечение. Его признали невменяемым. Еще в 10-летнем возрасте Гордеев говорил, что жизнь не имеет смысла, а мир это иллюзия или сон. По мотивам этих событий в столичной школе уже сняли фильм. Аркадий Глушенков, Лилия Шурафудинова, Life.